добрый вечер уважаемые телезрители в эфире телеканал авто плюс программа попутчик меня зовут александр гусаров и тема сегодняшнего выпуска это итоги продаж рынка продаж автомобилей за первые пять месяцев текущего года ну и вообще майские итоги продаж но и по традиции собственно говоря нужно привыкли что подобные темы в основном всегда освещаем с помощью олег дацкиф добрый вечер олег спасибо что пришел спасибо задержался пробках что делать вообще ситуация на твой взгляд она начала меняться и вот как вот я смотрел по статистике произошло некое выравнивание рынка то есть нет каких-то скачков попадением очень сильных и наоборот по увеличению продаж это нормальная ситуация то есть рынок приходит в себя можно так сказать тут много факторов которые повлияли на это я думаю основной фактор здесь конечно же то что ситуация в стране в худшую сторону не меняется уже длительный период времени и вот эти вот курсовые вещи которые с евро происходили они подразумевали ну некий все-таки сброс евро которые меняли там полтора года назад люди когда с долларом были проблемы или говорили что будут проблемы соответственно люди идут салоны а вот здесь производители сильно не дозаказали автомобилей поэтому сейчас снова рынок возвращается к рынку производителей снова появляются очереди снова нехватка автомобилей следствие сколько машин есть салонах у дилеров столько сейчас и можно продать проблема теперь в том что их нет в достаточном количестве ну в общем то это нормальная ситуация по большому счету потому что очень часто ведь в европе придя к дилеру ты не можешь купить сразу автомобиль потому что нет таких дилер шипов как у ну мы привыкли где стоит весь модельный ряд где стоянка забита автомобилями открыто или там какая-то за закрытая с границ подобных вещей нет люди все равно ждут свои машины и в общем то это нормально ну да иномарки ждут иномарки для нас дело в том что практически все иномарки в европе там люди покупают в основном национальные европейские бренды и как раз японские автомобили не так хорошо пользуются спросом то же самое можно сказать про американцев у американцев очень большие склады ну там другая модель опять же там там не нужно дилер шипов вот этих огромных там достаточно иметь достаточно хороший участок земли где можно эти машины разместить и хорошо да в достаточном количестве нам же нужно строить до а для нас все иномарки поэтому чтобы довести сюда это ранее было из европы месяц два месяца сейчас все сместилось в три из европы а если мы говорим о там азии то это наверное сейчас не менее пяти а может быть и до полугода потому что из-за того что консервативно были сделаны прогнозы производителям дилерам оценка соответственно не подтвердилась это рынка и соответственно они просто не дозаказали на момент производства теперь чтобы эти машины произвести перебросить их практически неоткуда вы из других рынков нужно подождать немножко поэтому я думаю что осенью машин будет достаточно огромном количестве у всех производителей как обычно и снова начнутся ценовые войны хорошее предложение и скидки в данный момент времени этого нет поэтому такой вот у нас странно обычно в общем то как как правило к лету эти скидки все подгадывали здесь будет обратная ситуация наоборот когда будет наблюдаться самая активность по покупке потому что ну как показывает мировой опыт обычно люди делают покупку после летних отпусков уже а лето период такого застоя затишье это традиционно вообще сезонность была в автомобильном бизнесе российском до 2006 года вот шестом году уже и летний сезонности не было то есть были такие очереди на машины в шестом и в седьмом да даже в принципе в восьмом году там май июнь еще чувствовалось то что люди не так проводят там лето как как традиционно нужно проводить а в этом году салон автомобильный он подстегнет я думаю определенную волну спроса и потребления потому что салон будет очень хороший будут присутствовать все основные концерны производители у него статус международного в этом году соответственно там огромные площади в крокусе метро опять же провели надо соответственно я думаю что вот с этим совпадет некая активность лишь бы ничего плохого не произошло в августе ну как у нас вообще август такой сложный месяц ты все пытаясь видимо 98 год вспомнить да и позже что было у нас август дал такой традиционно не самый лучший у нас как раз первый звоночек добрый вечер в эфире да представьтесь пожалуйста здравствуйте александр из нижнего новгорода очень приятно вот вы сейчас говорили то что ждать машину это нормально да я считаю не очень что это нормально я сдал машину по локализации 19 марта мне обещали месяц подождать я взвес деньги на предоплату уазик хотел купить в солерсе но сейчас прошло уже два месяца почти три месяца прошло ничего не обещают ничего конкретного я без машины сейчас в огород не съездить ничего это ненормально я считаю но я думаю что да александр в данном случае прав особенно по программе утилизации конечно это неприятно когда по сути дела наверное александр избавлялся от автомобиля на котором мог передвигаться и сейчас вообще без колес в летний период не очень это удобно согласен причем действительно непонятны сроки связано с тем что в общем-то были допущены ошибки и аналитиками и маркетологами и рынком в том плане что по программе утилизации отечественные автомобили особенно с теми дотациями которые есть там по регионам отдельным как нижней стоимости да в там 100 тысяч рублей любой автомобиль новый но он будет хорошо востребован тоже касается и уаза на которого предложена хорошая цена надо ждать сроки поставки действительно тяжело сейчас предсказать потому что ну грубо говоря они с колес сейчас отгружают автомобили и автоваз и уаз стоков никаких нет то что производят то и поставляют теребите дергайте дилера я бы порекомендовал пишите на сайт минпромторга кстати может быть это как-то поможет там сдвинет ситуацию ну потому что мы кстати говорили о том что ждать так долго нужно европейскую машину заказаны в европе а то что происходит внутри я подозреваю как мне кажется наш олег проблема здесь скорее всего что те же мрачные прогнозы которые делались в конце прошлого года и в первые месяцы даже три месяца этого года а ведь такой сильный рост рынка по 30 процентов в месяц это только второй месяц это май-апрель а до этого-то падение было падение соответственно нельзя сказать что прям ах я думаю что та же ситуация аналитики скорее всего и маркетологи от того же уаза с ну или солерс как угодно они скорее всего рассчитывали на более низкий спрос как было и на вазе здесь много факторов абсолютно согласен с тобой минус пять процентов на самом деле по отношению к пяти месяцам 2009 неудачного года таким образом рынок продолжает падение итогово очень сильно подкосило там начала года как ты сказал потом ситуация выправилась но это вот апрель май ударный я бы не строил еще каких-то сильно оптимистичных там иллюзий потому что реально в апреле в мае добавились несколько факторов которые но прогнозировать было тяжело кто знал что там вторая третья волна или еще к это кризисом будет начинаться и разворачиваться в европе тут недавно встречался с европейскими как раз жителями но они не очень стабильно себя чувствуют в этот период времени а мы помним как в америке года два до нашего кризиса уже было все очень тяжело и плохо мы говорили что нет ничего не будет все нормально нас собственно говоря обойдет стороной а здесь те меры которые направлены правительствами различных государств говорят о том что сложно в европе и и непонятно чем закончится американцы например я думаю что готовы спекулировать на этих настроениях потому что опять же доллар у них вроде бы как он более стабили он более стабильно стал в отличие от да да соответственно здесь непонятно как ситуация может отразиться на нашем рынке а то что у населения сбережения очень много и в долларах и в евро и наверное в меньшей степени все же в рублях но это подтверждают собственно говоря и вклады банковские и то как там в 2009 году в восьмом осенью люди действительно шли и снова меняли валюту поэтому любые какие-то колебания евро уже колеблется в районе там 15-20 процентов по сути дела за последний период это достаточно серьезные колебания более того там ситуация она критично в том что уже пошли разговоры в той же франции о том что вернуть франк да то есть еще и внутри уже что-то происходит ну с евро вообще ситуация действительно непонятная потому что все началось вроде как с греции но это естественная волна которая да там есть два локомотива собственно говоря в той европе это германия и франция которые тянут за собой остальные страны это норм это действительно так да это так дело в том что если в не дай бог что-то будет происходить еще более там такое вот непредсказуемое то скорее всего конечно в немецкую дочь марку люди захотят менять евро и возвращаться а вот то что будет там с маленькими государствами или поменьше у которых экономика менее стабильно здесь непонятно но я думаю до этого не дойдет конечно же что-то они придумают все это очень быстро может отыграть в негативный фактор по спросу на нашем рынке и последствия в общем-то да как это мы видим в общем-то на примере той же японии высокий курс йены как мы говорили с японцами они сказали что если бы он поднялся еще выше то им бы было просто дешевле закрыть производство не выпускать автомобилей вообще для них и вообще прекратить производство чего-либо потому что продавать это просто но это себе убыток а они бизнесмены это нормальная ситуация человек должен зарабатывать деньги добрый вечер в эфире добрый вечер добрый вечер представьтесь пожалуйста максим москва очень приятно вот хотела бы спросить у олега вот как обстоят дела с продажами джип и краски и вот по цене будет ли дорожать его вот спасибо продажи я бы сказал находятся вы да на достаточно низком уровне что тут говорить потери дилерской сети непонятная ситуация с chrysler group по слиянию фиата скорее всего будет конфигурация здесь по присутствию и развитию дилерской сети через сеть фиата сейчас идут процессы там переговоров и с дилерами как я сказал уже в сша там непонятно что и как они затаились продается там буквально десятки автомобилей на всю россию в месяц соответственно общие продажи достаточно низкие я думаю что менее тысячи автомобилей там в год или близко и к этим значениям не стоит обращать внимание на какие-то тренды или их отсутствие в этом сегменте потому что меняются продажи там на 10 машин а в процентах они меняются сразу там на сотни процентов поэтому говорить о том что они там сильно растут или сильно падают не приходится сейчас конечно chrysler нужна реструктуризация и на нашем рынке и глобально потому что там ничего не изменилось там в лучшую сторону в общем-то форт наиболее достойно наверное сегодня он кстати практически без потерь разве не считать что по потерями тавтология получается не считать потерями потерю тех марок большой семьи так сказать форда вот те скидки которые были там и по 25 процентов по chrysler джип доджу я думаю что в ближайшее время они возвращаться не будут потому что ну машины поступают уже свежего года соответственно они не могут продаваться по тем ценам плюс ко всему как мы сказали рынок снова производителя продавца и здесь неизбежно наверное придерживание каких-то ну маржинальных показателей и зарабатывание на этих автомобилях тем более что их продается не так много ну это в общем то на сегодняшний момент вот кстати по таблице было очень хорошо заметно дикий рост у лады это кстати утилизация мы они поговорим давай мы сейчас примем звоночек потому что здесь вот тоже человек станислав из ростовской области спасибо огромное кстати что продолжаете представляться в смс-сообщениях простите он говорит о том что это замануха и бы у машины стоят больше 50 рублей 10 тысяч рублей но вопрос сложный потому что они тоже разные да они тоже разные добрый вечер в эфире а а ну звонка нет он со сорвался поэтому я думаю пока оставим эту таблицу потому что там есть о чем поговорить тот же рост киа и лады практически на одном уровне в 60 с лишним процентов в общем то не лучшие не худшие показатели у хендер и деу который скорее всего тот же деу скорее всего просто попадает под вот это же условия утилизации но он как следствие идет именно в этом направлении они к сожалению тут не собирают автомобили соответственно в прямо по утилизации участвовать не могут но каждый производитель уже что-то придумал в плане комплектации и скидок то есть те даже автомобили которые там не попадают под программу утилизации по ним тоже предлагаются какие-то условия и идет реклама и у дилеров и пур и у производителей что якобы вы тоже здесь экономите на таком рынке как час но это нормальное явление собственно говоря машин не хватает каждый хочет свои продать как-то это действительно нормальная ситуация по поводу утилизации вот смотри действительно ну вот подобный автомобиль который мы видим он явно стоит меньше 50 тысяч рублей похоже ну а потом что вы имеете в виду вот если оппонировать станислав который говорит что это замануха как он считает как о каком автомобиле идет речь если идет о квадратных жигулях классических то за десятилетний автомобиль 50 тысяч рублей а там же есть машины и не только десятилетние а еще и больше при стоимости в сто с лишним тысяч за классические жигули 50 тысяч рублей за такую машину я считаю это нормальная абсолютно я абсолютно с тобой соглашусь станислава мы поспорил потому что на самом деле а при чем тут замануха программа мне никому не навязывается действительно хочешь не сдавай да я в нее абсолютно не верил считаю что она и сейчас проходит никак программу утилизации как программа больше продаж через скидки но в чем ошибся серьезно я не думал что у потребителей собственно я будет столько запас ожидания и терпения вот этот вот весь хлам который сейчас они сдают держать если у тебя есть еще деньги там доплатить каких-то 50 100 тысяч рублей и купить новый автомобиль я думаю что потребитель уже тот который ну ориентирован наверное на современную россию будет это делать нет к сожалению это не так именно к сожалению потому что реально это говорит о том что в общем-то культура потребления автомобилей у нас еще отсутствует как такова она всегда в общем оставлял желательно и второй момент очень позитивный у людей на руках очень много денег это хорошо потому что тот сегмент автомобилей которые там меньше 50 тысяч ну не от хорошей жизни наверное человек готов был бы передвигаться на ней оказывается нет у него есть сбережения он готов их потратить но просто там опять же те же маркетологи те же производители должным образом не влияют на него если сказал владимир владимирович путин по телевизору что сейчас лучшее время для приобретения автомобиля программа распиарена и автовазом и другими концернами идет массированная рекламная компания то здесь мы видим эффект есть причем серьезный в прошлом году автоваз самостоятельно через свои рекламные там макеты предлагал 40 тысяч рублей на скидку на автомобиле деньгами не нужно было ничего утилизировать отдавать мучиться ездить продаж никаких не было то есть это говорит о том что просто вот до той целевой аудитории которая готова там покупать эти автомобили нужно правильным образом подобрать ключи и и лучше доносить информацию может быть более правильно потому что ведь если говорить о том что кто выиграл ведь мы видим вот дикий рост в 63 процента и количество машин проданы потому что у мерседеса там сто с лишним процентов вот но там количество машин как и у porsche она высоко да в общем про процент высокий количество машин небольшое в общем то а вот тут два сорок пять тысяч ты посмотри ну практически в два раза по сравнению с маем прошлого года это же действительно но по сравнению с апрелем уже поменьше таким образом мы если сравнивать месяц к месяцу то на самом деле бы май оказался гораздо хуже несмотря на то что вроде и программа шла и оживление некое было то если мы посмотрим там апрель по моему было сто шестьдесят три тысячи продано скорее всего это связано наверное еще и с тем что программа самоутилизации буксовать стала ведь никто не знал что правительство ее продлит и выделить на это средство потому что изначально она планировалась было понятно что денег на всех не хватит народ первые месяцы кинулся когда нас 8 марта заработал господи конечно в апреле был дикий рост продаж в мае деньги заканчиваются то есть сертификатов больше нет естественно люди тормознулись сейчас это принимает то есть новый виток колесо совершает и вполне возможно июньские продажи будут выше чем майские в общем то что тоже совершенно нормально добрый вечер в эфире добрый вечер добрый вечер меня зовут михаил у меня с недавних пор сидел из крови вот эта джиперская какая-то штучка я езжу на джипе и у меня вопрос соответственно по джипом по марке хаммер вот сейчас на рынке представленные в некоторых салонах там идут продажи по миллион триста пятьдесят миллион четыреста по соотношению как бы цена и приобретенные автомобили достаточно выгодное предложение и вот насколько я знаю хаммер больше не будут существовать да нет 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 больше такой компании да такой вопрос в голове родился почему никому в голову не пришла идея поменять там бензиновый двигатель на дизельный это же по-моему единственная проблема была у хаммера то что реально автомобиль лазит по грязи джипериста там готовы менять всякие там подвески там лебедки еще что-то как-то вкладываться и вот ремонт на его пригодность и не на первом же месте стояла пожиратель бензиновый везде называет почему не могли бы поменять на дизель да это не к нам вопрос да ну во первых для рынка соединенных штатов америки дизельные двигатели вообще не очень популярны скажем прямо вообще не популярны соответственно там и разработки в этом направлении и реализации этих проектов притормаживалась я думаю что это некое лобби как раз энергетических компаний текущих топливных компаний которые поставляют дешевые поставляли галлоны бензина а вот в восьмом году в седьмом у них существенно тоже изменилась стоимость при том не так как у нас она у них действительно рыночно меняется то есть изменилась цена на нефть на 30 40 50 процентов изменились цены на заправках цена на нефть ушла вниз вот цены упали цены упали причем молниеносно у нас цены вверх идут очень быстро растут и растут дрожжи видимо у нас есть специальный далек какие-то наши специальные российские дрожжи думаю да дизельный двигатель для таких автомобилей конечно же это фишка и он должен быть но опять же из-за того что они рассчитывали на этот автомобиль никак наверное на автомобиля все-таки это такой стиль жизни потому что первые и вторые хаммеры третий он стал более таким городским можно сказать они сделали попытку в массовость идти а так это менее 100 тысяч автомобилей в год по всему миру это абсолютно небольшой объем бренд изначально собственно говоря больше ориентировался на каких-то там звезд спортивных там популярных вот они все купили определенное количество автомобилей когда это было модно тот же шварценеггер ездил на первом еще хаммере да да это такая машина я бы не сказал что она и массовая и наверное практичная все-таки там нажимаешь на газ эти пяти шестилитровые двигатели сразу выдают средний расход 30 40 литров и ну не сильно поездишь там в обычных городских наверное трафиках в общем да да и образурки у окошки очень маленькие не очень удобно ездить цена безусловно хорошая связано с тем что они распродают эти автомобили дело в том что он изначально аж третий по моему и стоил в районе 50 тысяч даже 49 до если вы перемножите сейчас то те скидки которые они могли бы потратить там на рекламу на продвижение они практически его не продвигают из североамериканских брендов продвигается один кадиллак это сырый сейчас обновленный остальные там не саап по сути дела который тоже уже ушел непонятно который закрыт не двигается концерном а из машины нужно продавать и продает данном случае цена поэтому вот они пошли по этому пути большому счету ну реклама двигатель торговли да и как каждый пытается либо рекламироваться за счет чего-то либо не рекламироваться вообще на привлекать людей именно низкими ценами что в принципе тоже нормальная ситуация добрый вечер в эфир сейчас конечно обязательно это тоже хорошо мурат из карачао-серкесии спрашивает когда лучшее время для покупки поддержанного автомобиля например audi q7 спасибо пожалуйста поддержанный автомобиль ну в общем то лучшее время для покупки любого и поддержанного и нового была на том рынке вот когда мы правили на нем они производители и соответственно продавцы это время уже ушло сейчас при всех прочих рамках да не очень в сравнении с предыдущим периодом цены в том числе и на поддержанные бэушные машины идут плавно но вверх в разных сегментах это по-разному обусловлено опять же спросом на новые автомобили это неизбежно подстегивают там продажи и поддержанных автомобилей с q7 не самый плохой период времени для покупки потому что это не q5 на которые там очередь тоже растягивается на 234 месяца плюс ко всему скидок особых и никаких там предложений выгодных совершенно нет q7 на вооружении стоит у audi достаточно давно в прошлом году по моему был рестайлинг но в прошлом году в прошлом году пролета да соответственно как минимум еще наверное два-три года вот в данный кузов должен продаваться продаваться да и в этот период времени но если вы готовы ждать до того момента когда там допустим придет машина следующая на смену поколений то тогда будет самая выгодная цена потому что когда появится новинка все поклонники именно этой модели начнут покупать и новые продавать старую и соответственно конечно же предложение будет очень много но вот тот период времени до там обновления непонятно опять же куда там пойдет q7 в данном направлении смотрите на цены вот по q7 их там хорошее предложение и потом вообще в любом случае если говорить о поддержанном автомобиле лучшее предложение на в принципе не старые машины бывает именно при смене модельного ряда это нормальная ситуация потому что люди как правило тут же хотят купить новую машину это тоже кстати говорит о нашей ментальности и особенностях нашего рынка и скидывают старый в общем то это но действительно так станислав спорит с нами продолжает вот спорит хорошо давай 30 и 10-летняя машина а цена одинаковая они рыночная а станислав видимо хотел чтобы он это станислав может спокойно не принимать участие в этой программе пойти продать если его автомобиль стоит больше чем 47 тысяч рублей потому что три тысячи ему надо будет заплатить за утилизации ну допустим он у него на ходу соответственно за погрузку там разгрузку и доставку до дилера не нужно платить поэтому по факту он выигрывает 47 если машина его стоит 48 можно пойти и продать за и не участвовать за 48 тысяч рублей уже прийти там и купить любой другой автомобиль который может даже не участвовать программе утилизации добавив каких-то денег в общем-то да потом смотря что вы хотите получить по большому счету ведь действительно добровольная программа и всегда правительство как было в германии правительство выделяло фиксированную сумму правительство тоже не резиновый как карман имеет и она не может нам олегу дать 50 тысяч предположим за его машина мне 60 потому что я им больше понравился или у меня машина на год моложе но это не нормальная ситуация более того подобные правительственные программы они как правило имеют фиксированную сумму которую выплачивать я теперь уловил по-моему то есть мы станислав предлагает чтобы каждую машину оценивали отдельно оценивали ну это да это нереально бывает добрый вечер в эфир здравствуйте здравствуйте представьтесь пожалуйста это владимир из санкт-петербурга я бы хотел задать вопросик по поводу китайской фирмы грэндвал в частности интересует модель ховер сейчас вышла новая модель аж 3 как вообще берут эту машину насколько она перспективного спасибо ну great wall достаточно давно продвигается на нашем рынке одна из первых наверное марок которые были привезены сюда из китайцев до более-менее кстати импортер на фоне других в общем-то неплохо работает в данном направлении хотя проблемы с запчастями с поставками со складом с обслуживанием были так так и есть да новая машинка ну стало что ли посимпатичнее посовременней но особых изменений в ней там не намечено нормальная ситуация для китайцев здесь надо четко на все-таки понимать людям отдавать себе отчет что китайская автомобильная промышленность она как всегда развивается несколько по иному пути они сейчас просто зарабатывают деньги и учатся учиться на нас на потребителях цена у китайцев цена как основной момент там опять же продаж то есть может быть вот можно рекламой можно ценой они ценой идут для данного класса автомобилей конечно цена у них интересно там что-то район 600 тысяч рублей но вот вы знаете не ждет я думаю китайские автомобили на нашем рынке успех когда были очень хорошие времена и автоваз продавал 600 700 тысяч машин в год китайцы суммарно начали все продавать в районе 60 70 тысяч это всего лишь там более 10 процентов от объема автоваза тем не менее в общем то определенное лобби отечественное сделали менее доступным и популярным черри амулет там другие бренды стали продаваться хуже и соответственно я не думаю чтобы это именно такая ситуация делала каким-то перспективным продажи именно китайских автомобилей у нас на рынке время покажет до конца будем смотреть будем жить будем смотреть добрый вечер в эфире здрасте 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 вопрос олег обыскив что он скажет о новом полоситании и не будет ли он включен в программу утилизации спасибо олег спасибо спасибо вам вопросов много кстати как раз хотел очень много смс приходило тоже по этому поводу как раз я не думаю чтобы он был включен в программу утилизации не успеет список сформирован потому что 65 или 68 моделей хотя опять же председатель правительства пообещал продлить эту программу соответственно на следующий год как как ее продлят как изменят список что сделают пока непонятно ну цена у него и так привлекательная если уж на то пошло и на сегодняшний момент если говорить в сравнении с конкурентами а они же очень хитро сравнивать растянув платформу обычного пола они же теперь имеют возможность сравнить его с логаном популярным в россии вот но они могут предложить и с автоматом и в топовой комплектации я даже есть даже система курсовой устойчивости а чего в логане не предлагается собственно говоря модель очень интересная я думаю что там даже если теоретически в принципе минпромтор сделал бы какие-то изменения может и сделает они с volkswagen хорошо работают более того это машина полного цикла да 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 все основные моменты попадают так я думаю что как бы проблем со сбытом на начальном этапе вот в размере тех 30 тысяч которые они планируют в этом году не возникнет потому что соглашусь с александром очень интересный автомобиль за эти деньги в общем-то да и здесь надо еще учитывать то что это современная платформа да они не стали делать почему-то на машине на платформе предыдущего поколения а более того платформа уже обкатана тут не надо забывать что концерт volkswagen очень большой и платформа была обкатана для начала на той же skoda fabia который появилась гораздо раньше нового пола в общем то то есть платформа себя уже зарекомендовала как почему логан еще пользовался популярностью потому что действительно как то вот мы говорили что там моторы коробки конечно но это миллионные тиражи естественно технологии отработаны там естественно практически нечему ломаться конечно ну уже настолько это до автоматизма все доведено собственно говоря ну не знаю будущее конечно есть машина однозначно в этом ценовом диапазоне вообще хорошо что-то сделать хотя бы что-то импортное с вот этими набором опций минимально необходимых по такой цене сделать volkswagen да еще есть с местной сборкой я думаю что однозначно ждет успех хорошая цена хорошее предложение цена очень действительно да там как бы что-то может быть но что вы хотите за такие деньги да собственно говоря мерседес вы не получите никак ну не получается к сожалению хотя мерседес удача стоит иногда подешевле некоторых тех же volkswagen особенно на c-класс сейчас кстати предложение просто ну да замечательно да у мерседеса сейчас вообще ценовой такой диапазон поменялся цены существенным образом пересмотрели они и так они в рынке хорошо продажи опять же какие ну вот сергей из калмы красон вдогонку нам скажите пожалуйста соотношение цена-качество нового логана брать конечно брать это тот же сандера сандера вот лично меня привлекает гораздо больше нашего потребителя он скорее всего будет немножко отталкивать из-за своей хэш-бэш тости скажем так ну не любят у нас такие машины тоже да вот тут мази аты собственно говоря а этот ночью как бы тоже еще раз технологии отработаны да собственно говоря добрый вечер в эфире алё да здравствуйте андрей из москвы очень приятно можно ложку дегтя в бочку меда конечно вы знаете я приобретал на шевроле коптила это джипчик такой маленький да значит внешний вид очень хороший приобретал в дженсере год отъездил на машине проблем вообще никаких не было через год валиться началось все буквально трансмиссия двигатель и последняя фишка была зимой когда у меня заклинил газ и машину понесло причем была пробка утренняя мне пришлось тормозить со всей прыти и ручником и тормозом ногой гаишник стоял на перекрестке увидел что у меня машина козлит выскочил думаю что я выхожу на встречную а на самом деле на нее вышел стал перед машиной я его чуть не сбил значит машину сдали в сервис они смотрели около месяца и ничего не нашли поменяли весь педальный узел все это всю тормозную систему я дальше на ней и начал ездить двигатель потом начал ломаться цепи грм и ремни грэм и так далее так далее так далее продал перекрестился кроме того значит еще плюс ко всему сервис люди которые дженстер работают до такой степени так относится к своим обязанностям халатно что машина сыпалась не дай бог так что вот извините хотел предупредить всех чтобы повнимательнее смотрели и самое главное что вот знаете я не один есть люди которые также имеют эти машины у кого коробка у кого чего на панели приморов например на шкале да все вот эти вот стрелки ушли наполовину вперед но тут еще надо наверное сказать все таки что не дженсер производит эти автомобили он ими торгует да я думаю что наверное вы за рулем этого автомобиля через год влюбились какой-то другой автомобиль потому что так для шевроле коптивы новые не характерные какие-то поломки спустя год совершенно все это бывает бывает всякое но как-то так сразу все кармически стало происходить наверное машина приревновала машина у вас на гарантии я не знаю это реально все проблемы дилера как с педальным узлом так и там с двигателем трансмиссии абсолютно если допустим там дженсер не готов был решить как вам казалось и уделить внимание вашему автомобилю должное есть другие официальные дилеры есть опять же производитель есть горячая линия звоните на горячей линии шевроле это всегда все доступно ваш звонок будет записан вам дадут но номер оператора вы будете знать кто его принял если у вас не будет никаких действий предпринятого можете позвоните пожалуйста на действия оператора собственно говоря почему не рассматриваются эти вещи как вот тоже вопрос из ярославской области к сожалению вот не представился человек у него сгорел for 2009 года выпуска причины электропроводка какие авто чаще горят случайно горит все я слышал что там очень уважаемый немец имел случай возгорания водительского сидений из-за того что там что-то с подогревом сидений произошло и соответственно вот новый автомобиль дорогой представительского класса тоже загорелся такие случаи бывают конечно статистики по ним я думаю крайне мало потому что но они однозначно неординарные эти случаи и носят элементы какого-то брака стечения обстоятельств еще чего-то более того если вдруг такие случаи приобретают какой-то характер постоянный производитель как правило подобную статистику везет и машины как правило тут же отзываются да это нормально потому что они не сами себе враги если люди начнут гореть это они потеряют гораздо больше если ты подашь в суд конечно если это ну как было с шинами фаерстоун на фордах эксплуаер помнишь эту замечательную конечно станислав с нами спорить продолжает не согласен он с нами олеж на железу олег мы тобой цены год рыночные должны быть вы резиновый карман у государства увидели мне интересно просто нет ну если автомобиль станислава стоит дороже 50 тысяч то он по рынку идет его и продает то есть выигрывает если он стоит допустим ну я не понимаю если меньше 50 то тогда он сдает и по программе утилизации он получает получает максимум то есть тут либо вот он стоит 48 тысяч и даже если он у него стоит 100 тысяч ну пойди да продай его на рынке собственно говоря зачем вам пользоваться этой программы программа она нужна нет она для бюджетных автомобилей для там людей которые ну в общем готовы там даже брать вот это вот старое семейство заднеприводных автомобилей которые снимали с производства там переводили производства соседней республики отказывались от него потому что он не соответствует там многим требованиям и евро и безопасность и прочее да но тем не менее вот сейчас продается за 100 тысяч рублей или там за 99 по этой программе но это нормальный автомобиль альтернатив нового автомобиля за эти деньги нет уже нет потому что тот же квадрат он стоит дороже да да нормальная ситуация добрый вечер в эфире алло здравствуйте алло добрый вечер представьтесь пожалуйста здравствуйте уважаем александр олег аркадий москвы очень приятно вот у меня вопрос по икси 90 вольво вот а есть акции вот скажем там ну порядке там суммарном там дом 800 получается вот что посоветовали вообще-то вольво ну как вот отношению если взять там скажем к лк ну вообще каким класса вот категории можно приравнивать вот этого класса машину нового 90 и что посоветовали может быть скажем там г лк взять там ну порядка 300 350 и есть правда чуть там подороже но тем не менее лет 5 или еще там я не знаю вот варианты или вообще модификация вот будет меняться вот в таком вот базовым как есть что не исключим потому что внутри там немножко я так смотрю что-то не меняется как бы консервативно все ничего нового спасибо ну икси 90 посерьезнее автомобиль как как в размерах так и в характеристиках можно сказать если вы там путешествуете не один и передвигаетесь в автомобиле если семья то конечно же лк который построен там на базе платформе c-класса это очень компактный кроссовер я думаю для одного тот автомобиль прекрасно управляется жилка и соответственно в городе чувствует себя гораздо проворней а тот наверное все таки под задачи там более комфортного передвижения и не драйверских характеристик то что они предлагают час за миллион восемьсот это безусловно очень хорошее предложение потому что он было такое время для для кризиса когда он продавался там пусть 70 тысяч долларов это в эквиваленте уже больше двух миллионов с лишним это столько сколько стоит там жилка по набору опций понятное дело что автомобиль там ну как минимум на класс выше но он ближе уже к мл кида да совершенно верно он не может собственно говоря в этой там базовой комплектации начальной быть каким-то роскошным таким как там жилка но жилка опять же хорошее наверное получится чуть чуть дороже двух миллионов о чем как ауди q5 собственно говоря он получается все равно при том наборе опций без которых ну невозможен автомобиль в понимании человека который хочет купить себе премиальный бренд то есть с набором тех опций он уже заваливает за два с половиной миллиона то есть за два миллиона совершенно точно я бы наверное все таки отталкивался от задачи там если действительно у вас семья большая ну или по крайней мере вы не один передвигаетесь то конечно лучше наверное попросторный автомобиль взять за эти деньги тем более что предложение действительно сейчас очень хороший из краснодарского края тоже к сожалению не представились peugeot 308 и c4 из калуги известно ли изменение цены и качества цены до цены цены примерно те же может быть где-то будут какие-то там предложения опять же и от дилеров не будет существенно уменьшение цен потому что завод только начинается соответственно нужны инвестиции глобальные причем и здесь больше наверное все таки будет маржинальность дилера обеспечиваться и возврат инвестиций производителя чем это будут отдавать они рынку поэтому цен и от c4 и 308 и от outlander xl а все что там будет производиться наверное по цене не будет там существенно выгоднее от того что привозится из-за границы это нормальная ситуация у форда тоже не произошло при том что столько лет работает завод падение цены на фокус двукратное предположим а этого и не может быть 10-12 процентов это считаете те сумму которую практически представительство платит ввозя суда автомобиль а у нас 30 процентов пошлины дешевле этого потому что за как за запчасти они тоже платят какие-то деньги и соответственно работать все в убыток но никто не будет так нет это брать тут же калугу сколько там 570 миллионов евро инвестировано в завод в течение трех лет и сейчас еще добавляется 200 это огромные инвестиции больше миллиарда долларов соответственно конечно же что хотелось бы им заработать что-то обратно вернуть обратно тем более что там рентабельность этих предприятий но уже не находится на докризисном уровне а все больше растягивается из-за того что рынок уменьшился поэтому каких-то серьезных изменений по ценам не будет будет тогда когда все они примерно пройдут период первоначальной окупаемости инвестиций когда рынок будет более конкурентный когда на рынке будет каждый из них производить там по сто 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 пятьдесят тысяч здесь локально тогда тогда конечно и говорится да какие-то там уже идти навстречу потребителю это тоже рыночная ситуация и говорить об этом можно будет только при достижении пиковой мощности до заводе добрый вечер в эфире здравствуйте добрый вечер это это дмитрий конец алексеевский в аэродской области очень приятно значит у меня такой вопрос вышел что в двенадцатом году правительство принято закон 25 лет машине и нельзя эксплуатировать легковые вот как это насколько правдив этот закон и как цены тогда подпрыгнут на семерки на эти же 14 вот такой вопрос спасибо да там даже как бы даже говорится в общем-то 20 годах и иногда даже может быть о пятнадцати я думаю что это традиционный в плане там законодательных органов и чиновников вариант просто вбросить информацию на рынок и посмотреть на реакцию потому что ну конечно может быть все но ограничивать свободу передвижения и владения человека он купил этот автомобиль не важно сколько ему лет собственно говоря это определенное нарушение конституционных основ и я не думаю что как-то добровольно или принудительно целесообразно вот ограничивать в эксплуатации эти автомобили а сделать то чтобы они тео не могли пройти а многие из них при достижении там и десятилетней эксплуатации уже не проходят но это опять же не чиновники а гибдд система когда талон можно купить она она не позволяет чтобы эти машины уходили своевременно там в утилизацию или уходили с рынка поэтому я не думаю чтобы они ввели запрет эксплуатации может быть теоретически как-то там ограничить какой-то ввоз но он и так ограничен до минимума объем упал там с 400 500 тысяч до 20 в год по белоруссии непонятно пока что будет с этим таможенным соглашением пойдут эти машины или нет то есть на машины старше там 7 лет у нас в принципе уже достаточно давно существуют заградительные пошлины а если вы машину купили ну раньше ну а как ну давайте скажем что надо всех выселять из домов которые эксплуатируются больше 20 лет или же я не знаю заставлять людей покупать новые да как то не в европе кстати есть машина исправно технически она проходит техосмотр конечно это нормально неважно там 20 лет или что то да там есть определенные сложности с улт таймерами но там тоже дается на него техосмотр но просто все знают что улт таймер будет эксплуатироваться максимум там один-два месяца в год и все соответственно класса автомобиля совершенно там по сути дела как-то там выставка пробег какой-то большому счету да а шевроле шанс я думаю рассказывать особо нечего потому что это ну не та машина как бы это всего лишь тот же авиа в общем фу авиа господи ланас 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 да ничего там не поменялось кроме того что импортер поменялся и соответственно машина наверное интересно там когда она была по цене представлена 160 тысяч но потом она перешла в другой диапазон а в этом диапазоне за такой автомобиль цена это решающий фактор и аргумент причем как мы видим цена там в несколько тысяч рублей тем более в десятков она изменилась на десятки уже становится как бы там не привлекать да и продажи останавливаются существенно большому сожалению очень много вопросов про mitsubishi sx про новый kia sportage мы не можем с олегом назвать цены на эти машины потому что мы их не знаем цены будут обнароданы после московского салона потому что здесь будут машины сертифицированы и будет состоится московская премьера собственно говоря на московском салоне будет очень много премьер я думаю практически у каждого производителя будет что-то интересное они поджидают я думаю что некоторые даже до сих пор может быть и не определились с ценами потому что посмотрит что будет предлагать конкурент но осенью будет очень много интересных автомобилей рено флюенс или chevrolet cruz вот очень интересный вопрос действительно знаешь я наверно круз бы как-то взял вот я бы круз ну кому что нравится да да это примерно одинаковый ценовой диапазон мне просто как-то круз нравится вот внешне внешне на больше да хотя у мегана тоже интересно то платформа все равно нового мегана и тоже интересно тоже интересно он красивый стиль да он упрощен по сравнению с меганом пятидверным хэтчбеком и трехдверным купе как они его называют но не знаю хотя дизайн такой он не спорный в отличие от предыдущих рено которые были действительно нет они поменялись реально модельный ряд поменялся у рено в лучшую сторону действительно какие-то элементы дизайны для французов это должно быть вообще характерно но это характерно всегда было ну в первую очередь наверное для пежо потом уже сестра энры но вот сейчас подтягиваются коллеги ford focus 3 по идее должен появиться скоро скорее всего в следующем году я подозреваю ну тоже опять же модель очень интересная и ожидаемая насколько там мы увидим ее на салоне вот в августе непонятно но я думаю что должны увидеть потому что уж слишком большой разрыв будет между премьерами которые проходят мировые и между тем как оно происходит у нас хотя сейчас не лучшее время для того чтобы начинать ставить на конвейер а это неизбежно очередное поколение там во всеволожске вот сергей саратова не согласен с нами говорит что вас 20 05 180 тысяч стоит а 07 210 тысяч 100 там 60 тысяч наверное вот до программы утилизации потом прошло удорожание цен это опять же нормальные явления а то о чем говорит наверное сергей то я думаю что это уже некие спекулятивные накрутки дилера потому что вы можете зайти на сайт минпромторга и дилеров и там рекомендованные цены на каждый автомобиль должны быть указаны так вот по программе утилизации там один автомобиль стоил 99 тысяч рублей другой там что-то там 125 или 127 соответственно там добавьте 50 тысяч получите вот те цены которые должны были быть у этого концерна неизбежно наверное при таком рынке увеличение стоимости вот мы знаем там цены на металл меняют поставщиков они меняют в лучшую сторону отказываются от отечественных будут каких-то коллег из-за границы привлекать это неизбежно скажется на увеличение стоимости продукции но опять же там да даже за те же 180 тысяч 200 тысяч рублей станислав да задержал ему обидно оказывается вот в чем дело олежка ну так бывает понимаю бывает мы нам тоже вы знаете очень часто бывает солидарно тут мы с вами действительно солидарно кстати здесь очень интересный случай люди приводят по поводу того что машина за наличность стоит одних денег а за вот объясните почему у вас 2107 за наличность стоит 167 тысяч а по программе утилизации 204 владимир из оренбурга спрашивает это опять проблемы криминальных господ дилеров да однозначно это нужно прямо писать указ указывать дилера кто это продает и я уверен что дилер будет наказан потому что уже в марте начались случаи перепродажи друг другу каких-то квот и соответственно зарабатывать на этом но опять же если мы строим рыночную экономику но это наверное рыночно потому что если машин нет есть альтернатива подождать подождать утилизацию непонятно чем закончится это все или в жизнь взять там на 10 20 30 тысяч никто же не заставляет покупать именно по этим деньгам то есть вы сами определяете но если этот дилер включен в программу утилизации то есть он там согласился по ней работать он не имеет права как-то менять цены на эти автомобили я не думаю что у этих машин какие-то комплектации и опции есть разные уже опять же тюнинг и навороты у дилера могут менять цену автомобиля но изначально цена там с автоваза она фиксирована и известно марат спрашивает из татарстана по поводу продленных гарантий до пяти лет у форда сейчас многие предлагают подобные вещи это нормальная ситуация я думаю стоит если вы хотите стоит этим воспользоваться но очень аккуратно подходить потому что список тех элементов которые подпадают под эту гарантию он с каждым годом уменьшается и завтра у вас вылетят тормозные диски или еще что-то через там три года а вам их не заменят бесплатно здесь нужно очень четко смотреть что предлагается согласен саша абсолютно марат посмотрите договор очень очень внимательно потому что может оказаться что вот тот период эксплуатации на которой вы продлились не те вещи которые традиционно ломаются у этих автомобилей это кстати можно узнать у дилера в принципе ребята в сервисе достаточно откровенно говорят какие там болезни есть они могут не быть включены в этот список гарантийного обслуживания давай мы примем последний звоночек у нас осталось мало времени и тут вот девочка единственная аня написала из москвы я думаю нам ей будет ответить добрый вечер в эфире как можно быстрее вопрос задайте пожалуйста санкт-петербург александр меня зовут извините что ждать заставили алё алё извините что ждать заставили ничего страшного спасибо очень интересно у меня апель астрописи вот и год маршине значит я бы просто хотел мнение олега узнать по поводу новой астры потому что я честно говоря разочарован машиной не самой динамикой там и все остальное а именно такими мелкими так знаете апельовскими именно частями там скажем динамик полетел блок сигналы и магнитолы перепрограммировали такие мелочи досадные но впечатления о машине очень оставляют плохое что он думает по поводу новой астры вообще и когда апельси предполагает свой выход спасибо хороший такой вопрос конечно у вас согласен что с инсигнией с астрой нового поколения есть определенные вопросы дело в том что концерн опель конечно как и с точки зрения дизайна так и с точки зрения там технологий пошел сильно вперед но вот то ли не знаю вот то что они принадлежат джем и некий кризис там возник в том числе и на европейских заводах то ли еще что-то сыграло роль цена у автомобилей поднялась до уровня наверное уже верхних немцев там допустим того же фольксвагена а вот некоторые вещи которые были у опеля они немножко остались теми поэтому вот хенды сильно дорожает модельный ряд почему это же нормальная ситуация машины стали другого дизайна они были топорные да как бы люди стали вкладывать деньги они их пытаются вернуть всего лишь так вот когда ты видишь за что ты там платишь что это другой автомобиль там хоть и с тем же логотипом но в принципе ты осознаешь это то это один подход а другой подход когда ты просто сделал наценку вот на вот этот новый модельный ряд а вот те вещи которые хотелось бы видеть уже в этого там класса или ценового сегмента автомобилях они не происходят пока что надо наверное подождать с оценкой астры новой инсигния как мы видим тоже не очень хорошо продается к сожалению да при том что машина на голову выше до ведущей да ну просто она вот как бы то что что ты сказал там уже у коллег старших даже немцев из премиум сегмента есть предложение у того же c-класса трешки бмв ауди а4 за эти деньги они предлагают ну вот уже проверенные качества за миллион полтора миллиона висели растяжки да да два и восемь квадро полный привод с автоматом машин и когда опель поднимается к этому сегменту то нужно потребителю объяснить почему это почему я думаю что это вот как раз тяжело сделать потому что у людей все равно отношение к форду опелю тому же даже volkswagen хотя к нему он всегда был несколько выше чем они но объяснить человеку почему ты должен платить за опель такие деньги довольно тяжело и здесь уже до именно вот это вот то что входит доводка информации до потребителя у нас тем мало практически кто занимается и действительно в общем то это к сожалению давай все таки а не ответим какое лучшее авто взять для девушки первый не хочется есть стереотип на женскую машинку и есть ли льготный кредит у сбербанка на форт и шкоду льготных кредитов у сбербанка на форт и шкоду нет просто форты у шкоды есть свои программы причем у форта есть такие программы которые там ставки уровня 2 и 9 процента 4 и 9 но правда там есть ограничения по взносу первому и времени кредитования если это там в районе года то есть вам деньги и не очень то в общем то нужны скажем так или вы можете их саккумулировать в течение года то это безусловно хорошее условие кредитования я так понимаю что вопрос про форт и шкоду не случайно действительно в этом ценовом сегменте и тот и другой производитель предлагает очень достойные варианты первый автомобиль да вы знаете вот и форт нравится и шкода попробуйте посидеть проехать как как вам покажется и тот и другой здесь собирается соответственно сети развитые очень достойное предложение даже вот я вот затрудняюсь чтобы в этом сегменте взял продажи нового туарега начнутся скоро цены будут естественно гораздо выше чем они были на машину предыдущего кузова что лучше выбрать пола или рено логан что вам больше нравится на сегодняшний момент действительно у пола есть только автомат но говорят что рено собирается делать машины с автоматом в скором времени потому что ну это рынок это конкуренция по большому счету это прямой конкурент его по поводу когда появится в продаже все продается уже можете идти заказ заказывать у дилеров более того там просят назвать машины которые в этом же сегменте продаются но это авиа шевроле но он гораздо меньше что там еще можно сказать в принципе лачете может быть в базе они как-то более-менее форт тот же в общем то и тот же volkswagen рено не скрывают что это их прямые конкуренты в общем то это нормальная ситуация тот же сандера но это уже другой кузов в общем то 20 секунд осталось у нас к сожалению спасибо тебе огромное что пришел спасибо и вам наши уважаемые телезрители я прошу прощения что мы не смогли ответить на все вот смс вопросы но я думаю олег не последний раз приходит может мы действительно одну программу посвятим не итогом а именно вот ответом на подобные вопросы что лучше что хуже спасибо вам наши уважаемые телезрители берегите себя всего вам доброго до свидания до свидания